Вечером 16 января в 20 минут 9 в Истринский пожарный пункт поступило сообщение о возгорании по адресу Эх, большевик, дом 5. Горит квартира на третьем этаже. Этим вечером семья Татауровых пригласила домой друзей. Никто не подозревал, что незвано в гости нагрянет пожар. Огонь вспыхнул прямо над головой домочадцев. С натяжных потолков пламя перекинулось на шторы. Предотвратить огонь самостоятельно было невозможно. Быстро среагировав на вызов, спасатели приступили к полной эвакуации подъезда, попутно локализуя очаг. В ликвидации пожара приняли участие 5 основных пожарных отделений, 12 местных сотрудников и 4 из Одинцовского территориального управления МОЗ «Облпошспас». По ликвидации пожара путем осмотра было выявлено, что пожар произошел в одной из комнат трехкомнатной квартиры. Предварительно причина возникновения перегрузка электроснабжения, электропроводов. Причиной возгорания стала неправильная проводка. Капитальный ремонт семья завершила этим летом. Нанимали рабочих. Вызывали мастеров. Я таких подробностей не знаю уж кто там что. Мама связывалась, вызывала, находила. То есть приезжали мастера, которые все этим занимаются, которые знают все по электрике, как нам казалось на тот момент. То есть еще ремонт был новый? Да, полностью был капитальный ремонт, все квартиры, всех комнат полностью, мебель, все-все-все. На время сотрудники ЖЭКа заколотили выбитое окно, установили новую батарею, а электрики провели временную проводку. Зал, где находился очаг возгорания, выгорел полностью. Вместе с мебелью пострадали документы, деньги, вещи. Добралось пламя и до кухни. Холодильник расплавился, помещение закоптилось, оплавилась техника, окна треснули. Пострадала соседняя детская комната внучки. Девочка сразу схватила кошку и выбежала на улицу звать на помощь. Все самое страшное уже позади, но остались тяжелые последствия произошедшего. Мало того, что семья Татауровых оказалась без крова, мужчина и так, будучи инвалидом, пребывает в шоковом состоянии и не может передвигаться. В пожаре сгорели все клюшки. Мама Натальи лежит в истринской терапии, под капельницей, в состоянии средней тяжести, с сильными ожогами гортани и воспалением легких. Сейчас семья принимает любую помощь. Сразу у меня подруги откликнулись, все, кто мог, все распространил в соцсетях. Спасибо людям, которые с миру по нитке хоть 50 рублей по 100 рублей присылают. Спасибо огромное, дай Бог здоровья. Сколько можем, потом весь фотоотчет я все это предоставлю, потому что есть, конечно, люди, которые думают, что мошенники и не верят. На самом деле, нет, это не так. А всем добрым людям, которые отзываются, огромное-огромное спасибо. Очень благодарны им. Всей семье, от всей семьи низкий поклон вам. И кто вещами помогает, также предлагает свою помощь. Мы уже вещи и ребенку собрали какие-то. Алена Кудырько, Юлия Андреева, Максим Рыков, Истра РФ. Алена Кудырько, Юлия Андреева, Максим Рыков.